а здравствуйте сегодня мы поговорим про изготовление кресала и подсумка для него качестве материала выступила обломок круглого напильника конечно подобную приблуду можно изготовить вовсе без ковки просто взяв плоский напильник отпилив от него кусочек и выровняв все грани по сути эффект получится примерно тот же я же решил помучиться в первую очередь из-за того что у меня уже давно заказывают кресала ввиду того что опыта по их изготовлению у меня особое не было браться за работу без гарантии было как-то стыдно так что скорее всего это не последнее видео на данную форма этого кресала вдохновлялась якутскими вариантами данного инструмента и да именно инструмент если обратиться к словарю кожегова инструмент это орудие преимущественное ручное для производства каких-то работ разведения огня в лесу это как раз таки работа последнее время этот процесс из серьезного превратился в какую-то забаву которая активно подпитывают продавцы маркетплейсов чего только не придумали для разведения огня бушкрафт спички зажигалки для выживания противомедведные огнивые правда зачастую заявлен функционал реальности не соответствует но деньги заплаченные и в итоге в дураках все равно остается покупатель сразу хочу обозначить что я не против разных нововведений в лесные дела даже наоборот круто и замечательно что эта тема развивается и перерождается ведь в конечном итоге все ходят в лес чтобы получить удовольствие и расслабиться и то каким способом вам приятнее разжигать костер особого смысла не имеет просто нужно научиться отличать откровенный хлам от реально полезных решений за свою практически семилетнюю карьеру лесохода я не разжигал костер и разве что трением видно не достиг нужного уровня просветления начинал я само собой самых обыкновенных спичек и может показаться что развести костер ими очень легко и просто но сделать это зимой или под дождем без бересты или каких-то сосновых иголочек не так уж и легко нужно понимать как складывать костер и где брать сухие дрова в любых условиях но и понятное дело имеются подводные камни в лице того что спички могут отсыреть а черкаш потерять и да я знаю что есть охотничьи спички но честно говоря пользоваться ими мне не очень нравится ведь как по мне они предназначены для розжига заранее заготовленного труда по типу сухого спирта или пеньковых брусков разжечьими костер из веточек и листьев будет немножко сложновато так как они не дают открытого огня и горят чем-то напоминает двигатель ракеты и в этом смысле зажигалка куда более универсальный и стабильный источник огня она требует к себе меньше внимания и единственное что может подвести это выскочивший кремень или сломавшийся пьезоэлемент а в остальном она будет работать до полного исчерпания топлива и его порог кладете две зажигалки в рюкзак одну в куртку или брюки и все вы обеспечены огнем на долгие месяцы знаю что существуют зажигалки для бушкрафта или выживания но лично мне они кажутся пустой тратой денег ним наверное нужно относиться так же как и к бензиновым зажигалкам мол этакая вещь для души и удовольствие ведь как бы не хотелось вкусовщина была и будет основным критерием выбора снаряжения для леса огниво пожалуй чаще других ассоциируется с лесом выживания и прочими делами но наверное именно огнивом сложнее всего научиться разжигать костер в широком смысле этого слова попробуйте разжечь что-нибудь огнивом без бересты или заранее заготовленного труда например через сухую траву или огненные перья не такая уж и простая задача дождь и снег также усложняет процесс пару капель воды на стержне и все искры не будет не верьте блогерам полоскающим в банке спички зажигалку и огниво после чего они протирают последние и у чуда она работает правда если просушить спички и зажигалку они тоже заработают уж лучше бы хоть кто-то показал как развести костер после или во время дождя было бы интересно посмотреть как работают их функциональнейший лайфхаки но как бы то ни было если вы все-таки получите опыт использования огниво в разных ситуациях она превратится в самый надежный источник огня ломаться там просто нечему также отмечу что нужно различать огниво из магния и ферроцерия отличаются они в первую очередь по цене а во вторую по температуре горения искр стружка магния при окислении дает более высокую температуру но и наконец возвращаясь к теме ролика нельзя не отметить один из древнейших источников огня рисала и не подумайте я понимаю что в современных реалиях это пожалуй самый сложный и непрактичный способ получения огня в лесу так как кресала работает только в группе с кремнием и трутом но мало получить искру ее нужно поймать и ею же поджечь труд после чего этот труд рожать для состояния уголька и уже с его помощью разводить костер но как было во всех предыдущих случаях кресала это инструмент для души именно им я буду учиться пользоваться во всех будущих роликах меня привлекает не столько функциональность сколько эстетика данного инструмента но и теперь пожалуй можно сказать пару слов про изготовление данной сумки основная ее часть сделалась из тонкой кожи хромового дубления перед началом работ сделал себе две выкройки первая представляет собой круг с радиусом 11 сантиметров внутри которого круг радиусом 10 сантиметров по нему будут размечены отверстия их я намечал по 3 сантиметра друг от друга вторая выкройка это по сути полоска 4 сантиметра шириной длиной 26 сантиметров и копьевидным хлястиком все выкройки можно будет найти в группах вк и telegram там же можете задать возникающие вопросы в целом к сумочке вопросов не возникло а вот с кресалом я по-видимому облажал закалил его под соленой теплой воде дабы избежать резкого перепада температур и чтобы ничего не лопнуло осужал его в два этапа что стало фатальной ошибкой ведь по-хорошему искры должны вылетать огромным жирным снопом как будто вы что-то пилите болгаркой вдобавок ко всему я хотел сделать огниво по форме напоминающая якутская но получилось это реализовать довольно таки скверно так что ждите новых роликов на эту тему ну а вам спасибо за просмотр ставьте лайки оставляйте комментарии и не забывайте подписываться еще раз спасибо